Привет всем! В этом видео я хочу поговорить об имитациях ножей для занятий ножевым боем. Ножевой бой в последнее время набирает очень сильные обороты в мире, особенности в России. Все чаще мы видим такие вот агрессивные дизайны ножей, заточенные именно для самообороны, для какого-то ножевого боя. В городском применении я имею ввиду. И это неспроста. Я считаю, что ножевой бой имеет очень сильную прикладную составляющую, и поэтому даже освоив какие-то азы ножевого боя, это может стать очень сильным аспектом в вашей технике самообороны. Существует, конечно же, великое множество школ ножевого боя. У каждой школы свой подход. Я не видел множество обсуждений, а тем более видео по теме того, с какими имитациями ножей нужно тренироваться. Естественно, существует множество подходов, опять же, как я сказал, и я не хочу, чтобы это видео рассматривалось как какое-то однозначное утверждение. Я просто расскажу свой подход и подход, с которым мы тренируемся в Израиле. И кроме того, я хочу познакомить вас с очень интересным человеком. Я считаю, что все, кто увлекается ножевым боем, должны знать Юрия Макушкина. Это директор студии, которая изготавливает имитации ножей. Студия Спорт Нож. Вот это вот его адрес в интернете. Обязательно зайдите и посмотрите. Я заметил два разных подхода к имитациям ножей в секциях ножевого боя. И на мой взгляд, в обоих случаях есть свои плюсы и свои минусы. И поэтому я ни в коем случае не хочу начинать какой-то спор и определять, какой способ лучше. Я считаю, что я даже не могу определить, какой способ лучше. Есть школы, которые занимаются так, есть школы, которые занимаются по-другому. И это абсолютно нормально, я считаю. Значит, если вы пришли тренироваться в какую-то серьезную школу, то, естественно, там уже будет работа по своим правилам. Вы ничего не сможете изменить. Будете работать теми имитациями, которыми заведено. Но если вы решили с напарником освоить азы ножевого боя, а это вполне возможно сделать самим, то вы можете выбрать любой из двух подходов, который вам больше нравится. Я хочу просто вкратце рассказать о плюсах и минусах каждого подхода. Значит, первый способ – это работать максимально жестким ножом, таким как вот этот Cold Steel Recontanto. Но это еще не самый жесткий вариант. Вот видите, он гнется. Но в то же время это жесткий нож, скажем, если он попадет, то будет очень больно, скажем, удар в лицо. Это больно, то есть с большим замахом. Но еще чаще будут встречаться деревянные имитации. Эти имитации совершенно не гнутся, они очень жесткие. И плюс этого подхода в том, что нож ведет себя в руке очень приближенно к тому, как будет вести себя настоящий нож. То есть он никогда не сыграет никуда, не подогнется, ничего не будет. То есть при уколе вы почувствуете эту отдачу, которая идет вам в кисть. При рубке, при резе вы все будете ощущать очень сильно. Минус этого в том, что при какой-то жесткой отработке или при спарринге вам обязательно понадобятся щитки. Шлем на голову нужен обязательно, перчатки нужны обязательно. Желательно также иметь защиту торса и защиту предплечий. Это в какой-то мере будет сковывать ваше передвижение, будет влиять на ваше поведение. Это вот такой вот определенный минус, который я вижу в этой системе. Вторая система – это использовать более мягкую имитацию, которая, возможно, не даст вам такую вот отдачу в руку. То есть вы не будете так это четко ощущать нож, как это будет в реальности. Но в то же время вы можете позволить себе работать без щитков. Вы можете одевать только какие-то защитные очки и работать. Нет каких-то имитаций, мягких имитаций, которые выпускаются массово. То есть школы, которые идут по этому пути, они должны делать свои имитации сами. Так вот, школа, в которой я занимаюсь в Израиле, ACT Armed Combat and Tactics, нам делают ножи под заказ. Нож выглядит вот так. Я хочу показать. То есть мы работаем по второй схеме, более мягкими ножами, но без щитков, только в очках. Ножи, которыми мы работаем, это имитация длинного фикса. Это не коротенькие ножички. И, в принципе, он имеет жесткий стержень, то есть согнуть этот нож нельзя. Но в то же время по краю он мягкий. То есть удар в лицо, он ощущается, но он не травмирует. Мне, в принципе, очень нравится такой подход. На данный момент мы разрабатываем новое поколение этих ножей, чтобы они были более тонкими, но в то же время более прочными. И не травмировали. И теперь я хочу рассказать о том, как я вышел на Юрия Макушкина из студии Sport Nog. И какие модели ножей он сделал по моему заказу. И мне было очень приятно с ним работать. Значит, когда я зашел на его сайт в интернете, я увидел, что все его имитации деревянные. Но все-таки я написал ему имейл и спросил, если возможно изготовить нож из более мягкого материала. И оказалось, что он может сделать нож из резины. И я ему заказал пробный заказ. Spider-Co Military, что еще плюс? Юрий Макушкин делает просто четкую копию реальных ножей. Вот это то, что мне очень понравилось. То есть этот нож, ну не знаю прототип чего этого. Я заказал Юрию прототип Spider-Co Military. И он мне прислал вот эту имитацию. Для сравнения могу показать. Вот Military. То есть просто и размеры, и контуры, все-все-все абсолютно четко совпадает. Вы видите. Конечно, в толщину он потолще, так как это все-таки резина. Но это был всего лишь пробный вариант. И он имел определенный недостаток. Так как нож резиновый, резина относительно мягкая, это не такое полупластик, как Cold Steel. То во время работы, когда этот нож сжимался рукой, видите, он очень сильно играл. И это было, ну просто невозможно работать таким ножом. Он гнется просто как фалоимитатор. И поэтому я поговорил с Юрием. Мы с ним это очень хорошо обсудили. И я сделал ему следующий заказ, в который мы внесли определенные коррективы. И я вам хочу просто показать, с каким профессионализмом Юрий подходит вообще к изготовлению этих вот ножей. Значит, прототипом для следующего макета был выбран другой нож. Emerson CQC13. Это, если не Combat Bowie. И вот этот нож. В принципе, на первый взгляд нет никакой разницы. Но вот изменение, которое мы сделали. В рукоять был вставлен металлический штырь. То есть рукоять абсолютно не гнется. Все, она жесткая. Единственное, что клинок остался мягким. И таким ножом очень хорошо отрабатывать какие-то ситуации, скажем, нападения с ближней дистанции. Какие-то такие вещи. И ощущать вообще поведение настоящего ножа. Им нельзя травмировать, так как он подогнется. Но в то же время в руке он очень жесткий. Рукоять очень жесткая. Очень удобная. Как у настоящего Emerson. Просто супер. Но Юрий на этом не остановился. Он мне сделал еще одну модель, которая отвечает тем же самым требованиям. Жесткая рукоять и мягкий клинок. Он вставил сюда текстолитовую вставку посредине с заклепками. То есть, опять же, жесткая рукоять и мягкий клинок. Но более такой высокотехнологический подход, я бы сказал, высокотехнологичный. Просто класс. Но это еще не все. Третья, последняя модель была самой крутой. Здесь внутрь Юрий вставил полностью такое текстолитовое тело, текстолитовые накладки. Рукоять изнутри она чистый текстолит на заклепочках. И тут это вообще бомба. Честно вам скажу, просто супер. Я когда увидел эту работу, я просто ахнул. Это очень удобный нож. И в определенных отработках, то есть в спаррингах, да, по законам нашей школы я работаю вот этим ножом. Но иногда в отработке я беру вот эти ножи и работу и иметь, чтобы создавать какую-то максимально приближенную ситуацию к реальной, чтобы иметь коротенький клиночек, удобную рукоять. Ну, просто класс. Поэтому, даже если у вас есть школа ножевого боя, и вы задумали сделать какую-то имитацию из дерева, из резины, из чего бы то ни было, обращайтесь к Юрию из студии Спортнож. он сделает все просто на высшем уровне. Все. Вот такие вот мои наблюдения по ножам для тренировок. Вы делаете свои видео и имейте в виду, что... Ну, в принципе, Юрий, он это единственный человек, который занимается этим на профессиональном уровне. Поэтому можете смело обращаться к нему. он сам из школы толпар. Я думаю, все толпаровцы его знают. А тем, кто не знает, естественно, он может сделать имитации на любой ваш заказ. Все. Спасибо за просмотр. Пока. Bye-bye. Bye-bye.